И я очень тороплюсь по рассказку нашим маленьким друзьям и их родителям показывать. Только чур в этом году моя очередь. Вот еще, вообще-то, моя история такая, что не в сказке сказать, да не пером отисать. И в этом году, вообще-то, могла бы и уступить мне. Ну, ведь так не честно. Я целый год ходила по всему сказочному лесу, собирала самые интересные истории, мне уже не терпится все рассказать ребятам. В моей сказке сюжет непрост. Волшебный мир построен мост, тому зверей украдет праздник. И зло творит анти-проказник. Ручки выше поднимайте, мою сказку выбирайте. Выше-выше ручки, выше-выше-выше. Все-все-все-все-все, какие молодцы. Вы похлопайте в ладоши, если мой рассказ хороший. Повторяем еще раз. Кому нравится мой сказ? Выше ручки. Молодцы. Не стесняйтесь, покричите. Сказку знать мою хотите? Ну вот никак нам с собой не определить, чью сказку ребята хотят услышать больше. Тогда на счет три дружно, громко произнесем фразу. Раз, два, три. Двери в сказку отвори. Готовы? Все вместе, дружно. Раз, два, три. Двери в сказку отвори. Нет, не выходит. Ребята, давайте еще раз. Громче, дружнее. Готовы? Три, четыре. Раз, два, три. Двери в сказку отвори. Всю прошедшую неделю на печи сидел Емеля. И раскубывал, как взяться за домашние дела. А немецкий, что готов был бы за свое любое слово, Ведь направили Емелю самодой над вами драм. Так бывает только в сказке о Емеля, в ней герой. И пощущим увелению, что он следом за мечтой. Только просто не бывает, и героям трудно быть. С исполнением желаний, можно о труде забыть. Пошел на речку, прорубь быстро отыскал. Зачерпнул водицы года, щуку там не ожидал. Ох, и радости в нем было, рыба есть, как теперь раз. Только щука с удивленью подала Емеля глаз. Ты не ешь меня, Емеля, все желания загадай. Обещаю, что исполни, но доверие оправдай. Так бывает только в сказке о Емеля, в ней герой. И пощущим увелению, что он следом за мечтой. Только просто не бывает, и героям трудно быть. С исполнением желаний, можно о труде забыть. С исполнением желаний, можно о труде забыть. Следующую неделю на печи сидел Емеля И смотрел, как его ведра сами моют грязный пол. Но желание имеет, чтобы с конечной мени Растворяться и оставить жизнь его на поисков. Эй, как же скучно сидеть на печи, да есть калачи. Ну вот, опять мяу. А как хорошо жилось. И царство у меня было, и невеста была. А сейчас что? Щука мои желания исполнять больше не хочет. Мяу. Горе ты, кот, а не собеседник. Как я по-твоему мяу разберу, что ты мне сказать хочешь? Эх, а вот умел бы ты говорить, цены к тебе не было. А жили бы мы с тобой в тридевятом царстве. Я б тебя каждый день рыбкой кормил. Сидели бы сейчас с тобой в царских палатах. Да ничегошеньки не делали. Да, были времена. Мяу. Да чего тебе, Васька, надо? Целый день твою мяу слушаю. Мяу. Васька, да ты ж голова. Я знаю, кто все мои желания исполнит. И никуда от меня не денется. Мяу. Ну, как кто? Дед Мороз. Он же все желания исполнять должен. А мои, в первую очередь. Неси-ка давай мне бумагу да перо. Письмо писать буду. Так, давай быстрее. Ага. Идите сюда. Так. Ага. Хочу, чтобы у меня было свое царство. И я был в нем царем. Мяу. А еще я хочу иметь несмертные богатства. И чтобы мне все завидовали. А я ни с кем не делился. Мяу. Ага. И еще хочу, чтобы моя жизнь была как в сказке. Мяу. Да, стойте, Васька. Твои желания я сюда точно писать не буду. Главное, чтобы Дед Мороз мои первыми прочитал. Да, и что ты вообще можешь пожелать? Рыбку да клубок для игр. Ерунда какая-то. Мяу. А я вот что написал. Так. Все. Только как мне теперь это письмо Деду Морозу передать? Мяу. Васька, стой, ты куда? Мяу. Точно. Щука. Она-то нам и поможет. А поможет ли? Она же все желания у меня забрала. Без царства и без наезд и меня оставила. Да никуда не денется. Поможет. Я же не прошу ее все желания исполнить. Так. Помочь. Чуточку. Это же в ее силах. Всего лишь письмо Деду Морозу передать. Поможет. А я. Мяу. Мяу. Вот ей голова дырявая. Как я про печь-то мог забыть? Хоть одно желание щука оставила. Печь самоходную. Сидя на печи волшебной, еду в щуке я с письмом. Ведь вернут мои желания Дед Морозу нипочем. Только в этот раз проверю, что останусь навсегда. Со своим волшебным царством остальное ерунда. Мне осталось постараться волшебство теперь добыть. И свои желания точно без разбору не дразни. В этот раз я сам все сделал, значит будет хорошо. Только надо разобраться, как бы побыстрее дошло. Снова новые желания мне помогут щедро жить. Остальное же не важно, только бы их восстановить. Новогодние желания мне помогут щедро жить. Остальное же не важно, только бы их восстановить. Ну, и где она? А вдруг щука в этой проруби больше не обитает И чьи-то чужие желания выполняет? Эй, щука, ты где? Емеля пришел, дело есть Васька, да не трясись ты там Я тебе говорю, пока Деду Морозу письмо не передадим Никуда отсюда не пойдем Мяу, мяу, мяу А, вот же она крутенькая Здравствуй, Емеля И зачем ты пожаловал ко мне? Я хочу, чтобы ты... Подожди, не спеши Я свое обещание сдержала За свою свободу желания твои исполнила А вот потерял ты все Сам из-за своей лени и эгоизма Ты думал только о себе Но не заботился об окружающих Поэтому из всех желаний у тебя осталось только печь Но я хочу, чтобы ты помогла мне Деду Морозу со Смегурочкой письмо доставила А желания они и без твоей помощи исполнят Вот еще Эй, щука Ты куда? А желания мои? А письмо? А Дед Мороз? Вот бестолковая рыба Твои желания, как звезды Тускнеют от того, что ты Не хочешь прилагать усилий Для исполнения мечты Поверь, герои, хотеньям мало Лишь силы приложив Придешь к своим желаниям Если будешь терпелив Я помогу лишь на старленьем И волем сам ты выбирать Готов ли ты про эгоизм свой забывать И только так ты сможешь Свои желания оправдать Что ты достоин их свершений И все, что дорого отдать Все, что я тебе сказала Ты обдумай сильно Тогда желания твои Будут всем посильны Повели свой эгоизм Думай сердцем Все, что ты наградил Ставит миг на место Если ты желаешь что-то Если есть стремление Просто сделай это Отбрось сомнения Не пощучим увеленью А своим вниманием Не пощучим увеленью А своим старанием Не пощучим увеленью Мяу Мяу Щука А надолго мы у тебя тут застряли Вытащи нас обратно на берег Мяу Мяу Вернуть обратно я вас не смогу Из волшебного мира Можно выбраться Только самим А как же я тут А письмо А желания мои А Дед Мороз Если сможешь преодолеть Все трудности Сказочного мира Найдешь дорогу домой И возможно царство Деда Мороза А если нет То останешься тут Навсегда Без праздника Без подарков Все в твоих руках Емеля Мяу Единственное что в моих волшебных силах Это подсказать дорогу В сложной ситуации Стоит только вспомнить тебе Знакомые слова Пощучьему веленью По новогоднему хотенью Подскажи мне Дорогу Так Вот дела И что мы теперь тут будем делать И как дорогу домой найти Ой Что это Ой Кто это Васька Ты что ли Я Кот Как кот А чего Ты это Ты говоришь Чего говорю Ну как это Как человек говоришь Емеля Ты меня понимаешь Ага Вот чудеса Погоди Я сам проверю Тебе Да я не верю Емеля Я говорящий Слышишь Говорящий Вот такое волшебство Мне нравится Ну Удружила щука Осталось только теперь Дорогу домой найти И письмо Деду Морозу передать Говорящий Лес Лес Птички Елочки Елочки Васька А письмо то мое где Письмо Письмо Ой Письмо Ну То что я Деду Морозу писал Где Ой Это я не знаю Емелюшка Там Это что получается Мы непонятно Где Письма Нет Так еще и Дорогу найти Назад не можем Замечательно Ну я же с тобой В трогу прыгал Прыгал А то у меня В лапах было Может уронил где Ты понимаешь Что Дед Мороз Без этого письма Ни одного желания Не исполнит Ну выходим Где-нибудь Побродим Там и найдем Надо было тебя Одного к щуке Отправить Сидел бы сейчас Но ты чьи-то Горя не знал А сейчас Ходи с тобой По лесу Весьмойщий Так еще и Дорогу не можем Найти домой К Новому году Вля Тихо Кто-то идет Может он нам Дорогу-то и подскажет А вдруг Медведь Да ну Ты посмотри Какой лесок Снежок Деревня Красота Да просто Ой Это что Ёлки Живые что ли Удивительно Емеля Я понял Они нам Дорогу подсказывают Точно А я тебе говорил Что нам в этом лесу Обязательно помогут Пойдем Вообще-то это я говорил Так поставь Ну-ка Тихо Пойдем Нау Валю я сут Червал густой И пару Червичков Приду Сот Ахахахаха Здесь ждет вас Нужен И ночлег Я хитрая Хозяйка лес А так И визитут Навек Ответа Плес И лекотез Ахахаха Я злая бабушка Яга Увы Не важно Ваше мнение И моя воля Тут крепка Вы проявите Уважение! Моё, моё, чую, чую, русским вдохом пахнет. Не как кто-то в мой лес наведался. А ну-ка, зеркальце моё, а ну, чуфыр, чуфыр, докладай. Кто по моему лесу шастает? Вот это новогодний подарочек! Сам Елена ко мне в гости пожаловал. Ой, какое счастье для бабушки! Хар! О, это же что? О, ещё одно письмо Деду Морозу. Дай-ка догадаюсь. А, не как Емеля сам написал. А я, чего бы ему в моём лесу-то делать? Хар, Емеля, Емеля к нам пожаловал. Да не один с котом Васькой. Вот это не ори ты, всё я обижусь, всё я слышу. У-у-у, а желания-то какие у Емели глупые. Так, дед Порос письма не получит, Емеля желания исполнять никто не будет. У-у-у! И так, каждый год письмо Деду Морозу пишу. Желание загадываю до новой языку. То, и тлу, то в тупу, и ещё кое-что. Вот, а в ответ что? Их, и да, ничего! А тут желание какого-то глупого мальчишки. Здорово! А ну, ёлочки, зелёные иголочки, А ну-ка, а ну-ка, в лес бегите. Пути и дороги заведите, Емеля обманным путём, А мне в дом приведите. А ежели отслушаетесь меня, То я вас в пыль трухлявые превращу. Как интересно! А мне в этом деле будет место? А как же! И вот что, ты интерес, Да да ёлочками проверь, Не доверяй мне молодые, Ещё зелёные иголки неодеревшие. А ежели вы меня, ой, разочаруете, Не видать вам Нового года! Чёрты! А я покуда возьми приберусь, а то ко мне Реша обещал куда идти. Ох, как раз ешь куда, и муж кормлю на ужин, и сама поем кузнятина. Ну и куда мы пришли? Ничего не понимаю. Может, у щуки помощи попросить? Давай попробуем. По щучьему веленью, по новогоднему хотенью, куда нам дальше путь держать? Теперь ваш путь идет туда, где ключ найдете к вашей цели. Там дерево того царя, который правит как умеет. Умеет, я лишь скажу, не трогай то, что на ветвях висит красиво. Пускай облачено их золото, не будет вам оно счастливое. А попасть туда как? Путь туда лежит только через прорубь. Так а где ж мы ее найдем? Дорогу до проруби вам моя ледяная вода подскажет. Счастливого пути! Брау! Дива дивная! На дворе зима, мороз, а тут яблочки наливные, масленки текут. Брау! А ну не трожь! Поздаем! Прячемся! Туда, туда. Так, а как так? Опять кто-то поварился. Мой сам наливные яблочки красть, а? Да еще перед самым праздником я их целый год берем. А ну-ка, стража, обыскать сад, найти воронку. Ага, попались воришки. Казнить немедля. Батюшка, не вели казнить, вели миловать. Чего это? Царю батюшки перечить будешь? Ни одного золотого яблока на этот раз из сада у тебя не пропало. А не виновны они? Дурачок ты у меня, Иваночка. Глубь да недалек. Если не они, то кто? В этом непростом деле разобраться надо. А не сразу голову с плеч. Не вели на царю перечить. Казнить немедля. Да подождите вы сразу казнить. Мы в вашем саду вот что нашли. Так это же в корне меняет все дело. Опять же птица повадилась за моими золотыми яблочками. Значит так, Иваночка, пока ты мне птицу эту не найдешь, да ко двору не приведешь, друзья твои новые под стражей моей надежной посидят. Батюшка, да куда ж я один пойду? Может ты мне кого-нибудь из них дашь одного в помощь? Что-то доброе нынче стало. Старость видать. Так и выйти. Одного дам. Кого берешь? Кота или Емелю? Емелю или кота? Бери, а бери. Я умнее. А ну, тихо! И так уже дел натворил. Если бы не ты, Емелю беру. Емелю, Емелю, а я и сиди тут под стражей. Ну, ты хоть вернешься за мной, вернусь, Васька, вернусь. Ну, все, 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 хватит тут слезы кошачьи лить. В путь дорогу собирайтесь, да без жар птицы не воротитесь обратно. А кота увезти, под стражей держать, да глаз с него не спускать. А ты, Иван, коли до полуночи не вернешься, на полцарства можешь не рассчитывать. А я бы иду на ряд себе. К Новому году подберу. Чего время зря терять-то? Прощай, Емеля! Может, сейчас видимся? И куда нам путь теперь держать? Видать, опять у щуки помощи просить придется. По щучьему веленью, по новогоднему хотенью, куда нам с Иваном Царевичем путь держать? Путь ваш будет не близок, не далек. Идти вам до старого дуба, что за лесной чащей находится. А там он подскажет вам дорогу. Гостей тот дуб не очень любит. Будьте осторожны! Гостей тот дуб не очень любит. Путь дорог. Пусть они ковром заселены, Отваром будет зеркалом и двор. Жар писан от земель будет золотом, Когда необходимо нас спасти. На перегон ужасным зимним холодом, И мы обязаны себя не повезти. По черной щуке спросим направление, Не верим, что любовь будет путь. У нашей цели вверхозначений нет, Не можем без дороги. До ночи 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 ночи.